Всем привет, я продолжаю играть в аддонг Mountain Blade Warband под названием Русь XII век, Путь Война. Главный герой Карл находится сейчас в Риге, я думаю он сейчас наймет вот этих прусских крещённых мечников. 7 человек, не всего 8 я так понимаю, вместе с этим, который стоит в таверне. Наймет Карл их для одной единственной цели, нужно направляться, я думаю, и уничтожать лагерь морских налетчиков. Напомню, что в предыдущей серии Кнут Вальдемарсон, один из лордов Тонского ордена, дал Карлу такое задание, уничтожить этот самый лагерь. Я подумал, действительно не будем с этим затягивать, так как Карлу здесь нужно выполнить сейчас как можно больше таких заданий, для того, чтобы получить расположение и в Тонских лордов, а следовательно получить возможность нанимать в их замках приличных воинов. В общем-то на карте я уже обнаружил этот самый лагерь, обнаружил я его уже давно, просто он стал теперь обозначаться голубым цветом, следовательно именно этот лагерь Вальдемарсена имел в виду в рамках этого квеста. В общем-то это против, скажем так, моего желания нанимать себе отряд. Ну вот, это убежище морских налетчиков, вы можете увидеть. Оно находится на севере, до него достаточно долго надо скакать. Так вот, это против моего желания, в общем-то не собирался этого делать, но раз уж дали такое задание, то что остается. В общем, тянуть с этим, как я предполагал в предыдущей серии, наверное, не очень разумно. В конце концов, надо брать все новые и новые задания. Скорость, вы видите, как сильно упала у Карла, как только он нанял этих крещеных мечников, они не конные войны. И в общем, это даже хорошо, потому что пехота как раз это то, что нужно сейчас Карлу для выполнения задания, нападения на этот лагерь. Это приличные достаточно войны, насколько я понимаю. Хорошо подготовленные к рукопошной схватке. Я вот думаю, надо поменять болты на отличные болты, хотя между ними разница, там прямо, скажем, микроскопическая с точки зрения урона, тем не менее, все-таки отличные, чуть получше. Ну и нападаем на этот лагерь. Вы приближаетесь к бандитскому логову, похоже, что морские пираты еще не заметили вас, и вы можете подкрасться поближе. Трудный доступ к этому месту вдоль потока мимо скалистых утесов означает, что пойти в атаку смогут лишь некоторые члены вашего отряда, и то без лошадей. Если вашу атаку успешно отразят, морские пираты разбегутся в разные стороны, желаете ли вы напасть на логово, или подождете другого случая. Нападаем на убежище, естественно. Другого случая мы ждать уж точно не собираемся. Кстати, это стандартная достаточно локация. Помнится, в нейтиве как раз такой же лагерь морских налетчиков и такая же локация. Я думаю, что сначала мы пообстреливаем их из арбалета, а затем уже будем расправляться. Называется в ближнем бою. Не успел я здесь зарядить арбалет, у меня коров, не успел зарядить арбалет. Но, в общем-то, я вижу, что особых проблем у нас здесь возникнуть не должно, как я, собственно, и ожидал. Эти прусские крещеные мечники, они приличные воины. Я думаю, что нам даже посерьезнее самого Карла. Вот единственное, наплохо, что здесь туман. Снежок, вы видите, идет. Опять здесь от ран все погибают. Насколько я знаю, это задание очень хорошо вознаграждается. И в денежном плане, и в плане опыта, и в плане отношений с гордом. Такое упорное. Ну, так же я хочу напомнить, что здесь у меня стоит сложности уровень 45%. В принципе, противники у нас очень шустрые, очень быстрые. Единственное, что у меня стоит уродно главному герою всего четверть. То есть 25%. Из-за этого, скажем, эта сложность существенно ниже сотни. Мешаются. Наверное, надо все-таки от первого лица здесь стрелять, когда мешаются сзади. Спутники, щит сломали. Карлу это очень неприятно, потому что в этом андоне такая есть замечательная фишка, что все предметы, которые бьются или убиваются, мы скажем, лошади, они нашему главному герою не возвращаются. Пути к отступлению для морских пиратов перерезаны. Они один за другим падают под вашим натиском. Их убежище, и все добытые нечестным образом пожитки тебе принадлежат вам. Замечательно. Все пожитки теперь принадлежат Карлу. Видим, что этих пожитков огромное количество. Карлу все совершенно точно будет не унести. Я, кстати, думаю, что, наверное, надо бы прокачать Карлу соответствующий навык, чтобы у него вот это вот количество лута, который он может брать, увеличилось. Потому что это действительно существенно сразу скажется на его финансах в положительном плане. Даже не знаю, что здесь еще можно выкинуть. К сожалению, Карл, видимо, очень много чего взять не сможет. Даже достаточно ценного. По-моему, упаковка называется эта способность. Так вот, надо упаковку явно прокачать. Итак, теперь возвращаемся обратно к Вальдемарсену. Задание успешно выполнено. И можно возвращаться за наградой. С Вальдемарсеном у Карла уже очень хорошее отношение. Я думаю, сейчас будет еще лучше. Это один из сильнейших лордов Тевтунского ордена. Напомню, что в предыдущей серии Карл привез Вальдемарсену коня из Херсона. Такого, как тот хотел. Я думаю, что, наверное, надо включать здесь ускорение. Хотя есть, конечно, шанс нарваться. Но, тем не менее, скакать с этими крещенными мечниками вместе Карл здесь будет очень долго. Я думаю, что сельским, конечно, жителям из Руси Карл бы помог, если бы только они принимали от Карла такую помощь. Но я уже, в общем, пробовал в предыдущих сериях. Не может Карл здесь помогать крестьянам других наций, в частности, Руси, потому что у него с Русью плохие отношения. Так, кажется, Вальдемарсена здесь нет. А вот, кстати, и он. Блестящая работа, Карл. О вашем дерзком нападении говорит все королевство. Без сомнения, они ли им подобны и скоро вернутся, но на короткое время подарили этим землям небольшую передышку. Мы вам очень благодарны. Ну что ж, замечательно. Стыдно в этом признаться, Карл. Но я вчера аспектировал своих бойцов. И что же, некоторые из них даже не знают, с какой стороны браться за меч. Люди, как и мечи, закаляются только в огне. Вы столько воевали, Карл. Может быть, вы поможете мне подготовить войска? Я был бы вам очень благодарен. Сколько человек вам нужно? Мне нужны умелые ветераны Фюзфольк. Всего семь человек. Приведите их ко мне, как только закончите обучение. Конечно, господин, дайте мне семь новобранцев. Скоро из них выйдут отличные ветераны Фюзфольк. Но такое задание Карл уже брал. Вы сняли груз с моих плеч, Карл. Я велю своим командирам направить к вам новобранцев и передать их в ваше распоряжение. Также я выдам вам деньги, чтобы покрыть и сдержки. Вот этого должно хватить. Спасибо за помощь. Отношения, кстати, с ним уже 14. Ну, замечательно. Я думаю, что сразу сейчас поскачем в один из ближайших замков. Я думаю, куда скакать. Наверное, в Дарпад все-таки. Или в Филин. Нет, все-таки в Дарпад, я думаю, поскачем. Карл там прокачает этих семь новобранцев до ветеранов из Фюзфолькеров. Думаю, что я записывать не буду. Здесь я прекращу эту запись. 120 дней. Действительно, огромное количество времени. Дарпад, я думаю, что. Я качаю ему ловкость, а также думаю, что надо прокачать ему владение оружием. Кстати, вот, да, упаковку, я вот подумал, действительно, может быть, владение оружием мы отложим, а вот упаковку, да, вполне можно прокачать до двойки. Прокачаем древковое оружие, также стрельбу из лука. Ну что ж, я думаю, Карл начинает тогда прокачивать в этом замке пебелей, и возобновлю я запись позже. И вот, Карл уже прокачал этих самых пебелей до ветеранов из фолькеров, в общем, это заняло очень мало времени, быстро все прокачалось. Теперь надо направляться обратно к нуту Вальдемарсену, и отдавать ему этих самых семерых ветеранов из фолькеров. Да, конечно, двигаемся мы очень медленно, просто очень медленно. Кнута Вальдемарсена по-прежнему нет здесь, видимо, он ходит по своим землям, надо его здесь поискать, возможно. Так, этот кнут Вальдемарсен пока и не появился. Карл здесь продал лут, который у него был, который он получил в лагере морских налетчиков. Я думаю, что теперь поможем еще одному Тевтонскому Лорду забраться с местными бандюганами дезертирами. Да, и кроме того, забыл я нацепить Карлу щит. Все-таки щит ему, естественно, никто не вернул, то есть как его разбили, так он и пропал. Насколько я помню, у Карла был в запасе еще один такой же. То есть рыцарский Тарч, действительно приличный очень щит. Хотя, каким бы он приличным ни был, морские налетчики его очень быстро разбили. Конечно, безусловно, я согласен с тем тезисом, что возить лишнего здесь особо Карлу не нужно. Это, в частности, конечно же, замедляет его скорость в том числе. Но, тем не менее, вы можете видеть, что, например, лишний щит уж точно Карлу всегда возить следует. Так же, как лишнего коня. А еще лучше два лишних щита и два лишних коня, как вы видите. То есть здесь все очень быстро ломается в серьезных схватках с серьезными противниками. В общем, особого, скажем так, вклада здесь Карл все равно в этом бою сделать не сможет. Потому что уж больно силен этот лорд. В общем, они здесь и без Карла справились. Хотя, отношения с Дитрихом, Кокенкаузеном улучшаются, видимо, все-таки. Или, по-моему, там отношения улучшились только именно с нацией Тевтонского ордена. Но, да ладно, в общем, это не суть. Это не так важно. Хотя, я не знаю, откуда взялись опять бандиты. Почему они не уничтожены? Вроде мы уничтожили всех. Но это не очень хорошо, потому что эти бандиты достаточно сильные. И Карлу убежать от них не получится. Думаю, что выясним, где находится этот самый Кнут Вальдемарсон. На дороге в Ревель, недалеко от Ревеля. Ну что ж, он, как я и полагал, далеко от своих поместья не уходит. В общем, надо скакать на север. Правда, вот здесь вот меня беспокоят эти бандиты. Мы от них не убежим просто сейчас. Слишком медленно мы двигаемся. Поэтому, если они нас начнут всерьез преследовать, то придется с ними драться. А я этого не хочу. Прежде всего, потому что не хочу терять этих ветеранов из фолькеров. Если я их потеряю, то кого я буду отдавать? Кнута Вальдемарсена. Ну вот, похоже, все-таки. Все складывается удачно. Они там занимаются крестьянами. И, наконец-то, этот кнут Вальдемарсон у себя дома. Как там дела? Есть хорошие новости. Да, ветеран Фюсфольк на моей стороне. Их 7 человек, и они готовы служить вам. Эти люди должны обратить ситуацию в мою пользу, Карл. Я уверен, что вы их отлично обучили. Примите мои поздравления и благодарность. Улучшаются еще на 3 единицы отношения Карла и кнута Вальдемарсена. Теперь они 17. Что же, замечательно. Больше никаких заданий кнут Вальдемарсон пока давать не готов. Ну ладно, будем улучшать тогда свои отношения с другими лордами. Я вот думаю, распускает ли мне этих прусских крещённых мечников. В общем, с одной стороны, мне жалко денег. Потому что, в общем, я... Вернее, Карл заплатил приличную сумму, наняв их. С другой стороны, они мне не очень нужны. И более того, даже вредны, потому что они замедляют Карла. И, в общем, с ними Карл просто не сможет вот сейчас, например, удирать от различных бандитов. Я думаю, Карл вот направится в замок. Кстати, он в этом замке не был еще, поэтому придется сначала из двора этого замка направляться. В общем, здесь такая же ситуация, как и в городах. Пока мы, что называется, лично и вручную не сходим в этот замок. Автоматически мы в этот зал отправиться не сможем. Ну что ж, спросим вот у этого. Рикс Ярла Ульфа Фаса. Васала Крестоносца и господина Перного Ляля. Есть ли у него какие-нибудь задания? В Лялю у меня с полевых работ сбежало несколько крепостных. Неблагодарные свиньи. Они возделывали мои поля и жили в моих домах. Вот их благодарность. Говорят, они со всех ног бежали в сторону Рига и разделились на три группы, чтобы их не схватили. Я хочу, чтобы вы поймали все три группы и привели их обратно. Чего бы это ни стоило. Мне следовало повесить их за попытку бегства, но скоро сбор урожая и нам потребуется рабочая сила, так что в этот раз ограничусь хорошей поркой. Можете рассчитывать на меня, господин. В общем, откровенно говоря, я не уверен, что Карл сможет выполнить этот квест. Ну просто потому, что сразу три группы догнать. Тем более с этими крещеными мечниками еще. Ну да ладно, в общем. То называется, я обещал выполнять все квесты. Попробуем догнать этих самых вот они. Но здесь вот эти бандиты, вот тут самый что ни на есть неудачный момент, они здесь образовались. Задание 30 дней. Но я думаю, что 30 дней у нас скорее всего не будет, потому что они бегут в сторону Риги. Это значит, что как только они видимо до Риги добегут, они исчезнут с карты вообще. Да, конечно. Все это крайне неприятно. Зря я, конечно, взял этот квест, потому что мне сейчас надо срочно от этих бандитов убегать. Все-таки, наверное, надо думать, что делать с этими мечниками, как их использовать. Потому что пока от них вреда больше, чем польза. Ну ладно, надо в замок направляться и говорить, видимо, о том, что квест провален. Потому что не смогу я, наверное, уже найти этих крестьян. Хотя пока нет отметки о том, что этот квест провален. Но скорее всего это будет так, потому что мне просто уже физически не догнать этих крестьян. Ну да, вот, задание провалено, поймать беглых рабов. В общем, не буду я брать, честно говоря, этот квест, какой-то он нелепый. Я даже не уверен, что не будь даже этих бандитов, я смог бы всех троих догнать. Здесь очень маленькое расстояние до Риги, и попробуй их догони. Да и, в общем, я даже не знаю, ну догнал бы Карл их, и что дальше. В общем, не нравится мне это задание. И скажу честно, наверное, не буду я брать это задание впредь. Если только Карл будет один скакать, и будет очень быстро. Карл, я ожидал получить моих крепостных, но никто из них так и не вернулся. У вас есть объяснение этому? Может быть, можеланы обвели вас вокруг пальца, или, возможно, вы сговорились с моими врагами и намерены хотите разорить меня? Простите, господин, это мужичье, они скользкие, как угря, не поймаешь. Да уж, отношения ухудшаются с нуля до минус одного. В общем, нарвался я на ухудшение отношений. Да, это не оправдывает провал Карла. Хотя, если так разобраться, то всего лишь на одну единицу, я думаю, что не так это существенно. Больше заданий он давать не хочет. Ну и ладно. Может быть, Дитрих фон Кукинкаузен даст? Нет, он тоже давать заданий не будет. В общем, это, конечно, крайне печально. Я уж не знаю, связан ли их повальный отказ от новых заданий с тем, что Карл что-то провалил, или они вообще больше не готовы давать задания. Ну что ж, поищем здесь еще лордов. Может быть, кто-нибудь даст задания еще Карлу. Кстати, два отряда разбойников Карл уже разгромил, как это ни странно. Но, видимо, вот отряд разбойников это и есть. Вот эти вот банды, которые здесь бегают, достаточно большие. Посмотрим, даст ли лорд. Вот здесь Генрих фон Вейда. Есть ли у вас задания? Нет, Карл, сейчас мне ваша помощь не нужна. В общем, у меня есть такое подозрение, что Карлу теперь, по крайней мере, в ближайшее время никто никаких заданий не даст. Это крайне печально, я могу сказать, потому что я даже не знаю, что Карлу делать тогда. Я уже обозначал в предыдущей серии, что моя стратегия будет заключаться, прежде всего, в исполнении квестов от лордов. Выполнять квесты городов я пока не готов, если только не увеличить еще армию. Герцог от Афон Люненборг. Нет, он тоже заданий Карлу не даст. Ну ладно, отправимся, я думаю, в Ригу сейчас. Может быть, там будет какое-нибудь задание еще. Бурграф Бурхард Афон Магдеборг. Задание, которого Карл выполнял в предыдущей серии, он тоже не дает новых заданий. Ладно, я думаю, что Карл сейчас доскачет, наверное, все-таки до Вендена. Дитрих фон Грюнинген. Это, кстати, тот, который дал задание выкупить его людей, поэтому Карл, в принципе, не может брать у него новых заданий, не отчитавшись о предыдущем. Правда, не знаю даже, что делать, если честно. Ну ладно, вот этих варов можно разгромить пока. Правда, в общем-то, это дело на минуту. И вот, Карл уже перебил этих бандитов, вернее, воров. Это сделать было совсем не сложно. Обыскивать это место я не буду, с них все равно ничего интересного не снимешь. Поможем Магдеборгу разгромить очередную банду каких-то, скорее всего, дезертиров. Ну, еще раз скажу, честно говоря, я в небольшом таком, скажем так, недоумении. Я все-таки думал, что так уж жестко нас сразу ограничивать не будут. То есть не давать заданий вообще никаких. Все-таки я сомневаюсь, что это связано с провалом этого квеста. Видимо, просто исчерпал Карл пока количество заданий, которые он может взять. Должно пройти, видимо, какое-то время определенное, чтобы Карл смог взять новые задания. А пока, честно говоря, я ничего придумать, кроме как искать очередных бандитов и убивать их. Придумать не могу. Чем здесь Карл заняться? Ну, правда, есть еще вариант. Можно все-таки... Да, улучшаются отношения с Магдеборгом с 6 до 7. Ну что ж, не зря, по крайней мере, Карл участвовал в этой битве. Так, а это что-то такое? Князь Василий Константинович? Он, кажется, нападает на Карла. Я не понимаю, откуда он вообще взялся. Где он там был? Да, это крайне неприятно. А вот отступить, да, отступить, оставить часть своих людей. Тогда мы спасем остальных. В общем, я так и сделаю. Двух мы теряем этих крещенных мечников. Самое главное, чтобы Карл сумел от него все-таки удрать. В племне как-то попадать к русскому князю совершенно не хочется. Я вообще не понимаю, откуда он здесь вынырнул. Что он здесь делает? Начнем с того. Не на своей территории. Ну ладно, надо переночевать будет. Отдыхать здесь. Пока этот русский князь уйдет. И вот Карл уже в замке. Рудольф Фолт Кассель. Нет, он тоже не хочет давать никаких заданий Карлу. И, кстати, я не увидел этого русского князя в ветке разговора, касающейся того, чтобы Карлу заплатить денежку за улучшение отношений с Русью. Видимо, все-таки не у каждого возникает эта ветка. Это печально. Посмотрим, что предлагает здесь торгуется оружием. Ничего интересного он не предлагает. Посмотрим на лошадей. Кстати, лошадь, я думаю, Карлу совершенно не мешает прикупить. У него уже есть навык верховой с Д5. Я думаю, что тефтонский боевой конь. Это лучше, чем Гунтер. Хотя вот меня смущает. Это минус 2 стрельба верхом. Вот это мне очень не нравится. Потому что Карл часто как раз стреляет именно с лошади. Но, может быть, это касается только луков. Я не знаю, что значит вообще минус 2. 2 это в каком показателе, в каком умении, я не очень понимаю. Возможно, это снижает силу выстрела. Но так сила выстрела, она касается только луков. То есть на арбалетах она никак не сказывается. Но это вы можете мне писать в комментариях, опять же. Потому что я не понимаю как раз вот этого параметра. Что значит минус 2 стрельба верхом. В общем, покупаю я этого тефтонского коня. И так поговорим теперь с бургомистром. Может он даст какое интересное задание все-таки. До нас дошли слухи, что с неделю назад путники на дороге у Трейден были атакованы дезертира. Нет, это я выполнять не буду. Мы хотим, чтобы вы отыскали этих дезертиров. Городские торговцы постараются дать описание главаря этих разбойников. Но и награду за расправу наберут. Если сможете найти и перебить бандитов, мы вдовлю не останемся. Это очень серьезная, скорее всего, банда. И Карло, в общем-то, со своими... Сколько там у него осталось? С шестью... Прусскими крещенными мечниками, мы будем не справиться с этой бандой. В общем, я думаю, что найдем мы что-нибудь попроще. Это задание Карл выполнять сейчас не готов. Нападу я пока на морских налетчиков, я думаю. Он перебьет Карл этот отряд. И, в общем, крайне говоря, я хочу уже заканчивать эту серию. Прежде всего, потому что, в общем, надо подумать, что здесь делать дальше. Потому что я в некотором сейчас тупике нахожусь. Надо стратегически, скажем так, принять стратегическое решение, что дальше делать Карла. В общем, я думал, что Карл здесь будет до упора, что называется, выполнять задания лордов. Но видим, что задания они ему не дают больше. Конечно, можно здесь громить бандитов. Но если, в общем, Карл будет этим заниматься, именно тем, чтобы просто нападать здесь на тех этих бандюганов, то крещённые эти мечники ему не нужны. Я просто их отпущу на все четыре стороны. Если же, скажем, у меня возникла такая мысль попытаться походить по каким-то землям и поискать ещё какие-то лагеря этих бандитов, пускай и не по квесту, скажем, в общем режиме, то, наверное, не стоит их пока распускать. Им надо всё-таки подумать над этим. Я всё-таки больше склоняюсь к тому, что мне эти мечники совершенно точно не нужны. Они замедляют ход. И вот это самое печальное, неприятное для меня. Карл без них гораздо быстрее. Всё-таки здесь, на мой взгляд, надо либо нанимать сразу человек 20-30, либо не нанимать никого вообще. У меня вот такой подход. Если мы нанимим человек 20-30, то, скажем, мы ни от кого уже бегать точно не будем. Там уже скорее мы будем за другими бегать. Ну и вот морские пираты разгромлены. Я думаю, что поможем разведчикам японского ордена. Карл разгромит ещё одну группу морских пиратов. Так вот, я думаю, что всё-таки, наверное, если Карл готов сейчас уже переходить к следующему этапу игры, то есть нанимать уже отряд человек 20-30, собирать спутников, то это, что называется, один разговор. Но я думаю, что Карл пока не готов к этому, а следовательно, этих крещённых мечников надо распустить. Ну что ж, последним. морской пират уничтожен. Очередная группа пиратов уничтожена Карлом. И на этом я буду заканчивать эту серию. Продолжение следует. Пока.